Из 226 тысяч гектаров, предусмотренных для орошения в Одесской области, в последние годы поливали менее 20% площадей. Но безжалостная засуха статистику изменила. В этом году было 164 тысяч гектара поливов, в прошлом – 114. Для этого задействовали 90 насосных станций. Все они забирали воду в таких водохранилищах, как Барабойская. Впервые за 15 лет в него закачивают 13 миллионов кубов воды. Если в прошлый год было 9300 гектар физической площади, в этом году уже 11,5 и по нашему управлению. Подано в точку водовыдела в этом году почти 26 миллионов метров кубов воды, в сравнении с прошлым годом – 15 миллионов. Наполнить водохранилище площадью в 371 гектар обходится государству в 11 миллионов гривен. Всего же на пополнение водных ресурсов области выделили 90 миллионов. Специалисты говорят, что площади под полив продолжают расширяться. Аграрии уже готовы заключать новые договоры. Система орошения в нашем регионе трехуровневая. Река, водохранилище, насосная станция. Последние работают в этом году не на максимум, но близко к нему, как станция в селе Петродолинское. Те насосные, которые не задействованы в поливе, остановлены. Там проводят дефектацию, определяют, что нужно отремонтировать и заменить. Услуги станции обходятся фермерам в 400-600 долларов с гектара за полгода. На практике это 3,5 миллиона гривен на полив 650 гектаров, говорят аграрии. И убеждают, несмотря на такие затраты, стоимость продукции не повышается, но ее можно снижать. На собю вартость особливо не повпливает. Нельзя сказать, что если мы будем использовать воду с ценой води 2,80 или 2,50, то на пшенице, припустим, в среднем по Украине будет 5 тысяч или 6, то на грошене будет 8. Такого не может быть. Дмитрий – владелец фермерского хозяйства с 25-летним стажем. Он объясняет, что грамотный аграрий, который чередует и культуры, и сорта, не чураются новых технологий, может собирать несколько урожаев в год и компенсировать водные затраты. Фермер наглядно показывает разницу. Слева земля под поливом, справа – иссушеное солнце. А вот это поле, где растет укроп, морковь и капуста. Овощным буйством фермер обязан капельному орошению. По сравнению с обычным поливом, его удар по карману мягче. В среднем примерно от 40 до 70 кубов на гектар идет. Ну, если в тоник, то примерно примерно так. Спрос на подобные системы полива растет. Вот он не только диктует предложения, но и определяет локализацию подобных производств. То, что в моих руках, называется капельная трубка. Глобальное потепление сделало эта вещь незаменимой для аграриев, которые работают в зоне земледелия с высоким риском, коим является Одесская область. Весьма, кстати, оказалось, что завод, который производит эти самые трубки и другие комплектующие для систем орошения, расположен именно в нашем регионе. В селе Первомайское Лиманского района больше пяти лет работает совместное израильско-украинское предприятие. Единственный в Украине производитель систем в промышленных масштабах. К тому же экспортер продукции за рубеж. Сейчас здесь пять линий. Производят гибкие шланги и те самые очень нужные аграриям капельные трубки. Оборудование израильское. Контроль качества того же уровня. Это полиэтиленовая трубка определенной толщины в зависимости от необходимого проекта и что мы поливаем, в которой установлены капельницы. Капельница – это высокотехнологичный продукт, который вклеивается, в котором есть отверстие, через которое выкапывает определенное количество вода. Камера, в которой есть вода и отверстие, наличие. Если вдруг по какой-то причине отверстие не пробилось, компьютер это увидит, распознает, срабатывает сигнализация, буква уходит в брак. Заводчане убеждают, что их продукция почти наполовину украинская, остальное – импорт. Создают системы полива всего 50 человек. Специалисты говорят, что их системы окупаются не быстро. Польза в долгосрочном эффекте. Хоть цены для отечественных аграриев не маленькие. Цена может варьировать от 700 долларов за трат на гектар, допустим, но это же дешевле. До 3-3,5 тысяч долларов на гектар. Если мы говорим за многолетнюю систему с полной автоматикой, то это будет где-то 3-3,5 тысячи долларов. Мы говорим за систему, которая хорошо работает, но часть ее составляющих нужно менять каждый год, и она не автоматически начинается от 700 долларов. Может быть, даже дешевле, в зависимости от культуры и от схемы посадки. Производитель говорит, что засуха все больше и больше убеждает аграриев, особенно юга Украины, внедрять искусственный полив. Здесь ожидают ощутимого прироста заказов. Пока крупные хозяйства присматриваются к новинкам, их коллеги поменьше ждут помощи от государства, ведь на грани банкротства почти половина малых хозяйств области. Юлиан Аксенов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин